Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Я приветствую всех на программе фестиваль Манны. Мы снимаем эту программу в Иудейской пустыне. Она не просто так носит такое название. Дело в том, что она находится на земле, принадлежащей колену Иудину. Прямо передо мной Мертвое море, а прямо за моей спиной находятся древние стены, руины места, которые называют Кумран. Именно здесь, в 1947 году, от юного пастуха, бывшего бедуином, а бедуины — это арабский народ, проживающий в пустыне, убежала одно из животных, которое он пас, и он пошел его искать. Он бросил камень в пещеру и слышал, как что-то разбилось. Это был кувшин. Внутри кувшина оказались свитки. Он решил, что это кусок кожи, и взял его с собой, чтобы продать башмачнику Вифлееме, чтобы тот мог делать заплаты на обувь. Но кто-то увидел, что на этих свитках были письмена, и сказал этому мальчику, чтобы он их никуда не нес. Так были найдены свитки «Мертвого у моря», один из самых великих документов в мире. Когда эти свитки перевели, на них были обнаружены стихи из книги Исаии. Они были найдены здесь, в Кумране. До середины прошлого века люди могли говорить, как можно верить Библии. Но вот эти свитки перевели, и люди увидели, что в них было то же самое, что и в Священном Писании. Расскажу вам пару фактов об этой местности, потому что сегодня мы говорим о тайнах Кумрана. Сначала обратимся к Новому Завету, а потом перейдем к Ветхому. И закончим на 4 главе царств. Был один человек, чья семья происходила из окрестностей Иудейских гор. Его отец был священником в храме. О нем рассказывается в Евангелии от Луки. В самом начале этого Евангелия... Итак, он был Иисусу двоюродным братом, и звали его Иоанн. Впоследствии его стали называть Иоанн Креститель. И этот Иоанн стал предтечей Христа. В книге Малахии сказано, что Бог пошлет человека, который приготовит путь перед Господом, и этим человеком стал Иоанн Креститель. Слушайте меня очень внимательно. Когда Иоанн был защат и пребывал в очереве своей матери, его отцу, бывшему священником в храме, было сделано предсказание. Как-то его отец вошел в храм для кождения, и ему явился архангел Гавриил. Он стоял по правую сторону жертвенника, и это испугало отца Иоанна, потому что на эту часть жертвенника мог вступать только Бог. Он понял, что перед ним послание Господа, и что он может умереть. А вот почему он так испугался. Но ангел сказал ему, что у него родится сын, которого он наречет Иоанном. А еще ангел сказал ему, что дух и силы его сына будут подобны Ильи. Запомните, пожалуйста, эти слова, потому что вскоре я расскажу вам, как эти слова связаны с четвертой книгой царств. С Иоанном Крестителем связано одно предание. Скорее всего, вы о нем не слышали. Одежды Ильи хранились в золотом алтаре для того, чтобы в будущем надел другой человек, равный Илье по силе. Когда же Захария, отец Иоанна Крестителя, вошел в храм и услышал, что сказал ангел о его сыне, что по силе и духу он будет подобен Илье, он вспомнил об этой традиции. Разумеется, это только предание. Об этом ничего не сказано в Священном Писании. Считается, что Захария достал эти одежды и забрал их домой. Эти одежды были сшиты из верблюжьей шерсти, а еще там был кожаный пояс. Это был пояс Ильи. Вот почему, когда Иоанн Креститель служил здесь, хоть он и не совершал чудес, подобных тем, что совершал Илья, люди спрашивали, это что, Илья? Они считали так по его одеждам. Разве это неинтересно? Это всего лишь предание, но это довольно примечательное предание. Некоторые предания передаются только вербально, и в том их уникальность. Итак, Иоанн Креститель обладал силой и духом, подобным тем, что были у Ильи. А в Библии сказано, что Иоанн Креститель скрывался в пустыне до дня своего явления Израиля. Сейчас я расскажу вам очень важный факт. Нигде не написано, нигде находилась эта пустыня, нигде скрывался Иоанн Креститель. Но мы знаем, что его семья происходила из земель рядом с иудейскими горами, а сам он крестил людей в реке Иордан. Не в Мертвом море, а в реке Иордан. Она протекает здесь и впадает в Мертвое море. Совсем недалеко отсюда находится Иерихон, а рядом с Иерихоном был крещён Иисус. То есть Иоанн Креститель хорошо знал эту часть пустыни. Как видите, наша история становится всё более интригующей. Некоторые богословы считают, что землю Кумрана, это место, где мы сейчас находимся, раньше заселял народ, называвший себя Ессеем. Это были сепаратисты. Для многих из этих людей не существовало такого понятия, как брак. Вспомните, ведь Иоанн Креститель так никогда и не женился. Эти люди считали, что им суждено жить в пустыне. И Иоанн Креститель тоже жил в пустыне. Многие из этих людей питались акридами и диким мёдом, о которых говорится в Библии. Некоторые считают, что акриды — это насекомые. И, кстати, они кошерные. Евреям их есть можно. Но также есть дерево, которое обычно называют рожковым деревом, но ещё его называют акридой. На вкус его плоды напоминают мёд. Кстати, я не советую вам сорвать незнакомые плоды с деревьев в Израиле, потому что они могут оказаться ядовитыми. Мы хотим, чтобы вы вернулись домой. Я очень хочу, чтобы все вы вернулись домой. Мёд, вероятно, эти люди брали от пчёл. Но есть богословы, считающие, что Иоанн Креститель рос не здесь. Здесь, в Кумране, жил народ очень строгих нравов. Одной из важнейших вещей для живших здесь людей была миква. Наверняка вы знаете, что такое миква. Она есть, например, в Иерусалиме, в храме. Она была и здесь. Эти люди вырезали нишу в скалах. В итоге получалось что-то вроде резервуара для крещения, какие есть в церквях. Они вырезали к нему ступени. В эту нишу собиралась дождевая вода. Она падала на землю и стекала в эту нишу. Эта ниша была вырезана в скале, чтобы туда не попадали грязь и пыль. Именно так выглядела миква. Их использовали для сбора питьевой воды, а также эту воду собирали для ритуалов. В храме Захария, отец Иоанна Крестителя, когда Иоанн еще был маленький, уже погружал в эту воду людей. По-гречески это будет «баптизм». От этого слова произошло слово «баптизм». В те времена священники погружали людей в микву, в храме для ритуального очищения. То есть, когда люди приходили в храм восслабить Бога, их ритуально очищали. У Иссеев здесь тоже была миква. Они тоже совершали обряд ритуального очищения. Когда Иоанн Креститель начал крестить людей, он делал это не в микве, а в реке Иордан. У реки Иордан есть огромное, связанное с этим историям. Разумеется, я не буду сейчас рассказывать вам всю историю реки Иордан, но одно из первых упоминаний о реке Иордан относится к тому, когда сыны Израилев пересекли Иордан, чтобы попасть в Иерихон. И это очень здорово. Я был в Иерихоне уже 38 раз. А вы здесь впервые, и пытаетесь представить себе, как выглядел Иерихон. А вы через час будете здесь обедать. Правда интересно. Это здорово. Пребывание здесь не идет ни в какое сравнение с чтением Библии. Слушайте меня внимательно. Сыны Израилева шли по горам, которые находятся передо мной. Это Идумея, Моаф и территория Амона. Они шли именно здесь. Они прошли через Иерихон, а вот сейчас слушайте очень внимательно. Они прошли земли, где был похоронен Моисей. Они шли недалеко от горы Нево. Вы уже ее видели. А после горы Нево они пересекли Иордан. Описание этого перехода можно найти в книге Иисуса Новина. Когда они пересекали Иордан, как вы знаете, священники несли ковчег Завета. Когда они вошли в реку, воды отступили. Об этом сказано в книге Иисуса Новина. Там сказано, что вся вода потекла в море, то есть в Мертвое море, до города Адама. Мы измерили это расстояние от города Адама до Мертвого моря, хотя точно неизвестно, какой город имеется в виду под этим названием. Но представьте, как эти воды хлынули, а вы находитесь в Иерихоне и наблюдаете за тем, как открылось русло реки Иордан. Вот почему жители Иерихона были очень напуганы, когда сыны Израилевы вошли в город. Мне кажется, сыны Израилевы могли сказать, «Отдайте нам ваш город». И они бы сказали, «Да, пожалуйста, берите». Мы все видели. Мы видели, на что способен ваш Бог. Мы уходим отсюда. Но сейчас я хочу рассказать кое о чем другом. Когда открылось русло реки Иордан, в Библии сказано, что правители Израиля взяли 12 камней из пустыни. И это, кстати, было довольно тяжело сделать. Они положили их в реку. Потом они вытащили эти 12 камней из реки, ведь там не было воды, и построили из них жертвенник на израильской стороне. И вот что интересно, местность, где Иисус Новин построил этот жертвенник, это та же местность, где крестил Иоанн Креститель. Видите, как все связалось? С одной стороны, у нас Иисус Новин, или Иешуа, пересекший Иордан, а с другой стороны, другой Иешуа, именно так звали Иисуса по-еврейски. Иисус тоже был в пустыне. Я так и чувствую, как я преображаюсь. Быть здесь и говорить об этом — это нечто удивительное. Иешуа, или Иисус, пришел к Иоанну Крестителю к реке Иордана и сказал, «Мне нужно, чтобы ты меня крестил». Иоанн Креститель крестил людей для раскаяния. А это означает, что они должны были раскаяться в своих грехах, а затем креститься водой. Это делалось, чтобы символически показать, что их грехи были смыты. Вы наверняка знаете об этом. Но у Иисуса не было никакого греха. Так зачем же ему тогда надо было креститься? Вскоре я расскажу вам об этом. Иисус пришел туда, где за полторы тысячи лет до этого другой Иешуа пересек реку Иордан. Иоанн Креститель знал, где находился Алтай Иисуса на ней. Он дожил до времена Иисуса. Иоанн Креститель крестил в том же месте, где евреи вытащили камни из воды. То есть рядом с Иерихоном и рядом с Галгалом, мимо которого шли израильтяне. Иисус вступил в воду там, где когда-то были эти камни, прямо в этом месте. Когда было его крещение, произошло несколько вещей. Во-первых, он вошел в воду. Это было крещение. Когда же он вышел из воды, у него сошел Божий Дух. Это было помазание. А в-третьих, Бог сказал, «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вы можете прочесть об этом в Евангелии от Матфея. Вот что тогда произошло. И это просто фантастика. Приблизительная дата его крещения датируется в нашем календаре 30-м годом. Некоторые считают, что это было раньше, в 26-м или 27-м году. Ну, по крайней мере, Иисус к тому времени отпраздновал три Песоха. На следующий Песох его распяли. Итак, Иисуса крестили в Иордане, когда ему было около 30 лет. Так сказано в Библии. А затем, через три с половиной года его распяли. Но почему же Господь ждал этого до 30 лет? Потому что, согласно закону и виторе, вам должно быть 30 лет от рода, чтобы стать священником. Это очень важно. Быть военным можно было и в 20, но чтобы стать священником, вам, согласно закону Моисея, должно было быть 30 лет. А сейчас самое интересное. Слушайте внимательно. В 30-м году от Рождества Христова, согласно еврейскому Талмуду, в Иерусалимском храме стали происходить очень странные вещи. Красная нить для искупления, которая должна была стать белой, когда козла искупления отпускали в пустыню, где он умирал, так и не стала белой. И так продолжалось вплоть до 70-го года, когда был разрушен храм. Я не буду углубляться в подробности, потому что у нас не так уж и много времени, но в 30-м году произошло четыре странных знамения, которые указывали священникам и еврейским лидерам на то, что вскоре что-то произойдет. Историки Израиля, изучающие этот вопрос, говорят, что тем самым Бог хотел сказать, что священничество погрязло во грехе. И вот что они говорят о значении Кумрана. Они считают, что священниками становились незаконны, а также что священники погрязли во грехах, и из-за незаконности и их испорченности Бог и послал эти знамения. Но я считаю по-другому. Хотите услышать мою версию? Причиной, по которой произошли эти события в храме, было то, что вскоре туда должен был прийти новый священник. Вы понимаете, о ком я? Туда должен был прийти новый священник. Я провел небольшое исследование и выяснил, что Ветхим Заветем, если первосвященник собирался передать свое священничество своему сыну, я сейчас очень взволнован, потому что это просто невероятно. Итак, если первосвященник собирался передать свое священничество своему сыну, вы знаете, что он должен был сделать? Готовы услышать? Во-первых, сын первосвященника снимал свои одежды и шел к Микве, чтобы омыться. Во-вторых, священники брали Елей и Лилии его ему на голову. В-третьих, первосвященник смотрел на своего сына и говорил, «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Чтобы унаследовать священничество первосвященника, вы должны были быть его законным сыном. И вот смотрите, что получается. Иисус входит в воды реки Иордан. А они для него словно Миква, не из-за греха, а по ритуалу, чтобы исполниться праведности. Потом он выходит оттуда, и ему является Дух Святой в виде голубя и дарует ему помазание. И в-третьих, звучат эти слова, «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В тот день произошло важное событие. Начало священничества. Это священничество Мелхиседека. Именно так сказано в Библии. Мелхиседек — это был титул. Это два слова. Малки и Цедек. Малки — это царь, а Цедек — справедливость. То есть это значит «царь справедливости». Это был его титул. Например, мы говорим «президент Трамп» или «премьер-министр Нетаньяху». «Президент» — это не имя, это титул. И «конгрессмен» — это титул, а не имя. И Мелхиседек — это тоже титул, но он был первым царем и священником от Бога. После Мелхиседека должности пророка, священника и царя не мог иметь один человек. Священник не мог быть царем, а царь — священником. Они выполняли разные обязанности. Единственный человек, который был и пророком, и священником, и царем, был Давид. В Новом Завете Давида называют пророком, но Давид был и царем, а еще он ел хлебопредложения, а это мог делать только священник, ведь Бог не убил его за это. Вот почему можно утверждать, что Давид был священником. Мелхиседек был царем и священником. Когда же Иисус вошел в реку Иордан, он стал новым священником на небесах. Это было отмечено его погребением и воскресением. После этого он отправился к своему отцу и сел одесную от неба. Согласно Павлу, тем самым он официально стал посредником между Богом и людьми. Однако, согласно посланию к евреям, с момента своего вознесения и по сей день, Иисус является для нас великим первосвященником. Он царь, но он еще не стал царем. Но согласно посланию к евреям, по практикам, которые были после Мелхиседека, он должен был стать пророком. Он был им на земле, а также священником, а позже он станет царем. А в Откровении часто люди задают вопросы, а чему посвящено Откровение? Так вот, в Откровении сказано, что Иисус — это первосвященник, облаченный в падир, его волосы подобны белой волне, а его очи, как пламя огненный. А далее там рассказывается о его возвращении на землю. Там его называют царем царей и господом господствующих. Если вы смотрели мои DVD, посвященные апокалипсису и расшифровке его кода, то я там рассказывал об этом. Но для тех, кто не смотрел, я повторю свои слова. В Откровении, Иисус Христос — это первосвященник, но он впоследствии должен стать царем. И он станет им при помощи книги, запечатанной семью печатями и великой скорби, когда царство мира сделается царством Господа нашего. Вот что произошло в реке Иордан. В 30-м году он стал первосвященником. И поэтому все безумные знамения, произошедшие в храме, говорили о том, что Бог ушел оттуда. Почему? Потому что теперь наши цела стали храмом Божьего Духа. У нас почти не осталось времени. Поэтому сейчас я подведу итоги. Если мы вернемся к 4-й книге царств, мы прочитаем о том, что Илья был здесь. Он перешел через реку Иордан там же, где ее перешел Иисус Новин. Когда он перешел на другой берег, его забрали на небеса в огненной крестнице. А до этого Илья обратился к Богу и попросил дать ему вдвое больше духа. А вот почему Дух Божий сошел на Илью, когда он пересек реку Иордан. А через несколько веков Иоанн, креститель, именно здесь крестил Иисуса. Сегодня я поведал вам о тайнах этого места, тайнах Кумрана и тайнах пустыни. Я очень люблю это место. Когда тут тихо и спокойно, ты так и видишь, как по этим местам ходили Божьи люди, потому что тут воцаряются просто невероятные тишина и спокойствие. А когда здесь ясно, и видно Муаф и долину Иордана, отсюда открывается очень прекрасный вид. И вот что я хочу до вас донести. Иисус — это не только пророк и учитель. Он — это небесный первосвященник. И вернется к нам царем царей. А началось все с крещения в реке Иордан, прямо на этом месте. Дайте мне дышаться. Славен наш Бог. Эта местность хранит тайны свитков Мертвого моря. Здесь был найден свиток с книгой пророка Исаии, а также свиток Благодарения. А недалеко отсюда был найден медный свиток. Да, в этой местности было найдено много сокровищ. Тот был обнаружен — камень Гавриила, на котором ангел Гавриил оставил свое послание. Мы осматривали его два года назад. Это место полно великих тайн, а еще это место великого помазания и великих библейских событий. Сейчас мы посещаем эти места вместе с нашими партнерами. Вы можете смотреть нашу программу по всему миру, потому что мы транслируем ее для вас. Но никуда не уходите, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Потому что через мгновение я вернусь к вам и расскажу о наших удивительных предложениях, какие книги вы можете купить в нашем служении. и те места, где мы будем вскоре. Часто христиане переживают много эмоций, моральных терзаний, живут в депрессии. Другим никак не принять свое исцеление. Некоторые не понимают, почему нет ответов на их молитвы. Если вам нужен абсолютный духовный прорыв, у меня есть инструмент. Я покажу вам, какие блокады и препятствия вы строите себе сами. К примеру, христиане постоянно обсуждают прошлые грехи тех, кто был прощен, и перешептываются об этом с другими верующими, что уже само по себе грех. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос говорил, что такие поступки приводят в действие духов мучителей. Моя последняя книга — это самое понятное руководство, объясняющее, почему 7 из 10 христиан живут ограниченные жизнью и как им обрести свободу. Я научу, в чем опасно сделать все правильно и что-то одно неправильно. Узнайте, какой опасный урок нужно усвоить у человека по имени Шемии. Узнайте, как христиане становятся печальными рыбаками, улавливая самих себя. Узнайте ошеломляющую историю об Ангеле, который упрекнул служителей за обсуждение давно прощенных грехов своей жены, как непрощение блокирует возможность принять свое исцеление. Узнайте секрет Христа о законе согласия двоих или троих. Я объясню, как христиане зачастую ежедневно становятся лже-свидетелями. Есть связь между прощением и возрастанием веры. Еще одна важная глава — как простить в экстремальных случаях. Я расскажу, какие четыре вещи Бог позволяет вам осуждать. И, возможно, самая важная глава — когда Бог отменяет ваше будущее прощения. Вам нужно это знать. В книге мы прилагаем новый аудиосборник «Ключи к молитве заблудных детей». Эти аудиодиски придадут вам сил провозглашать освобождение ваших детей и внуков, которые не служат Христу, и объяснят, как разрушить твердыни сатаны в их жизни. Это одно из важнейших учений за все мои годы. Пришло время принять прорыв для всей вашей семьи. Моя новая книга «Рыбалка в море прощения» и аудиосборник «Ключи к молитве заблудных детей» доступны за пожертвования в 35 долларов или более. Вы можете сделать заказ на нашем веб-сайте, позвонить по телефону или написать на почтовый адрес. Это предложение F134. Если вы выполните инструкции в этой книге и последуете молитвенным принципам прорыва, вы совершите потрясающий духовный прорыв в своей жизни. Так что сделайте свой заказ уже сегодня. Я нисколько не сомневаюсь, что это самое важное за всю историю фестиваля Манны предложение для вас и ваших детей, которые ушли от Бога. Люди говорили мне, что прочли эту книгу четыре или пять раз, чтобы усвоить все истины. Вам тоже нужно ее прочесть. Спасибо, что помогаете фестивалю Манны оставаться в эфире. Теперь расскажу о наших поездках. Джексонвиль, Флориде, с 24 по 26 января. Евангельская ассамблея Бога. Затем мы едем на Гавайи. С 9 по 12 февраля Собор Царя в Мауи. А затем посетим Гонолулу. С 14 по 16 февраля Собор Царя на Востоке. Если вы живете на Гавайях, это мой первый приезд туда за последние 15 лет. Не забывайте о наших фестивалях воинов, на которые уже можно зарегистрироваться. Мы с предвкушением ожидаем эти молодежные встречи в конце марта. С 23 апреля пройдет пророческий саммит. Это бесплатно. Регистрация нужна нам для уверенности, что всем желающим хватит места. Недавно мы вернулись из Израиля, где поставили новый рекорд и записали 42 выпуска фестиваля МАН. Это новые программы из 20 новых мест, которые мы никогда раньше не показывали. Они начнут выходить в эфир с 1 марта. Между делом, мы заканчиваем работу над 8 программами, которые были записаны в Израиле еще раньше. В следующие 12 месяцев вы увидите совершенно новые программы от Туров. Во время Туров у нас часто звучит шутка. Это новая программа, потому что у меня новая рубашка. Всему вину YouTube. Видя множество заставок, на которых я одет в одну и ту же рубашку, люди думают, что это повтор программы. Поскольку в Израиле очень много мест для съемок, все, что вы увидите, начиная с марта, это совершенно новые программы. Также хочу сообщить, что мы собираемся запустить в эфир всемирное молитвенное собрание. Мы соорудили новую современную студию в здании Международного Центра Омега. И каждый четверг будем транслировать прямой молитвенный эфир. Ваши молитвенные просьбы будут показываться на экранах. На это собрание приходит около 150 человек. В течение часа они будут молиться за ваши просьбы. Присоединяйтесь к этой всемирной молитве каждый четверг в прямом эфире. Вы можете смотреть его из любой точки мира. Единственный нюанс разницы во времени. В разных странах эфир идет в разное время. Но есть люди, которые встают в два, в три часа ночи, чтобы к нам присоединиться в прямом эфире. Спасибо вам за это. Мы верим, что молитва все изменит. Недавно наше служение подверглось сильной атаке. Мы все уверены, что причина именно во всемирной молитве. Сатана ненавидит молитвы, потому что молитва приносит исцеление, освобождение, спасение и крещение Духом Святым. Молитвы принесут пробуждение на земле каждому человеку. Но, несмотря на атаки, мы не сдадимся. Спасибо нашим партнерам, спасибо, что молитесь за нас даже в дороге и не забывайте упоминать нас перед Богом. Постарайтесь побывать на наших важных собраниях в Южной Дакоте и Монтане в этом году. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова